В Республике Татарстан по неофициальной статистике проживает примерно 4000 людей с нарушением слуха и владеющие русским жестовым языком. В настоящий момент в Республике Татарстан работает всего 35 переводчиков русского жестового языка, сокращенно РЖЯ. Физически на все глухих сортопереводчиков не хватает. Переводчики – это специальность очень востребованная, очень интересная, необычная, потому что английскому языку обучаются может и легче, а жестовый язык немножко сложнее. Но навыки появятся, если у человека появится терпение. Работа очень интересная, разнообразная, зависит от глухого человека, и качество перевода зависит, и от самого глухого, от переводчика, от совместной работы. В России всего два высших учебных заведения, которые обучают сортопереводчиков. Одно из них находится в Москве, другое – в Новосибирске. Это два государственных университета, которые выпускают переводчиков на базе бакалавра с высшим образованием. Республика Татарстан – передовой регион, и здесь крайне необходимо открыть такое направление. Казанский федеральный университет совместно с Российским обществом глухих планирует открыть новое направление бакалавриата в КФУ. Русский жестовый язык – теория и практика перевода. В рамках этой программы мы будем готовить переводчиков русского жестового языка, или, как более привычно, окружающим сурдопереводчикам. Студенты, которые обучаются по данному направлению, смогут быть переводчиками с русского языка на русский жестовый и наоборот, а также с английского языка на русский, поскольку предполагается также углубленное изучение и английского языка. Запрос в обществе на сурдопереводчиков русского жестового языка постоянно растет, поэтому с трудоустройством у студентов проблем не будет. Программа подразумевает очно-заочный форум обучения. Мы планируем готовить не только переводчиков, но и исследователей, которые будут вовлечены в научную деятельность по данной проблематике. Это очень важно, поскольку это позволит увеличить и количество переводчиков, и улучшить качество этого перевода, потому что научный подход к любому делу всегда, естественно, это очень хорошо, и это то, на что нацелена наша программа. Поступить на данную программу можно будет по результатам единого государственного экзамена. Она рассчитана на типично слышащих людей. Практику речи будут вести преподаватели, которые являются неслышащими. Стоит отметить, что трудоустроиться студентам можно будет уже со второго-третьего курса. Елизавета Никитсина, Фариза Хитаглы, Универньюс.